Добрый вечер. Какой удивительный комитет по конституционному законодательству и госстроительству мы завели себе в Госдуме. Он очень похож, на мой субъективный взгляд, на Министерство правды у Оруэлла. Помните, такая государственная страна была, Океания? Хотя вот интенсивность уничтожения Конституции силами комитета временами создает впечатление совмещения функций с остальными тремя министерствами. Там, как вы помните по книжке, их было четыре. Там было Министерство правды, которое отвечало за вранье, Министерство мира, которое отвечало за войну, Мини-мир, так называемый, Мини-люб, это Министерство любви, которое боролось с инакомыслием, и Министерство изобилия, которое постоянно, соответственно, вывешивало котировки, улучшения жизни, при том, что, конечно, было ухудшение. А в целом, если помните, в Океании самое главное преступление было мысли, и там было такое явление, очень сильно караемое, как правило, смертной казнью, приступ-мысль. Зато все вместе, вот эти четыре министерства, они занимались тем, что должны были найти инакомыслящих. Ой, и вот такого сосредоточенного и усердного уничтожения Конституции у нас себе не позволяют даже на удаленных грядках вот эти всевластные клерки и всякие там прочие высоко поставленные люди, позволяющие себе действительно много подальше от столицы. За пару созывов, вот за предыдущий и за этот созыв, комитет по конституционному законодательству и госстроительству уже сформировал из водителей обособленную социальную группу граждан, выведенных из-под действия Конституции. Вот, благодаря деятельности этого тематического комитета водители лишены основополагающего принципа нашего законодательства. На них не распространяется действие статьи 49 о презумпции невиновности. Помимо этого водители лишены равенства перед законом вне зависимости от места проживания, это статья 19, она для водителей Москвы и Санкт-Петербурга тоже аннулирована. То есть, статья 19 Конституции, благодаря работе вот этого комитета по конституционному законодательству и госстроительству, она работает там в Орле и в Калуге и не работает в Москве и Санкт-Петербурге. Статья Конституции не работает в двух отдельно взятых субъектах федерации. Поразительно просто. Но этих статей нас лишили ради денег. Конституция перестала существовать для водителей исключительно для того, чтобы получить устойчивый доход в казну. Вот как в американских боевиках, значит, ничего личного, только бизнес. Государство выбирало между законом и деньгами, между нашими правами и прибылью. Деньги победили. Закон и права личности проиграли. Поскольку в Думе есть тематический комитет по уничтожению Конституции, то он, естественно, продолжает трудиться. Вчера у него было очередное заседание, там ребята очень хорошо позаседали и замахнулись на очередную статью нашего закона, в этот раз на статью 50 Конституции, согласно которой нельзя за одно и то же наказывать дважды. Вот депутаты решили, что водителей наказывать дважды необходимо. Депутат Лысаков, автор закона проекта вчера, обсуждавшегося, предложил соединить вместе штраф и административный арест, а также штраф и лишение прав. Вот ранее это наказание применялись по отдельности все, а теперь есть такое вот стремление объединить их. То есть раньше водители либо грабили, либо сажали, теперь зампредкомитета по уничтожению Конституции предлагает удовольствие совместить и за одно и то же деяние и деньги отбирать, на нары отправлять, либо грабить и лишать права управления. То есть штрафовать и лишать права управления, причем на довольно серьезные сроки, начиная от года. И все это для оправдания старой советской бальной системы учета нарушений. В советское время она была, ни к какому серьезному результату она не привела и была аннулирована только из-за своей невероятной совершенно коррупционной составляющей. То есть количество взяток милиционеров от этого вырастало, количество законопослушных водителей, конечно же, нет. Потому что каждый водитель возил с собой личное дело, где было понятно, на какие деньги тебя нужно раскрутить, насколько ты гибок под угрозой прокола в правах, тогда еще дырки ставили. И вот эти вот суммарные баллы, они объясняли милиционеру, что с тебя можно содрать много, если у тебя, например, две дырки, ты сейчас третью получишь и пойдешь пешком. Либо брать с тебя нечего, потому что у тебя нет ни одной дырки. Хотя любая просечка, она сама по себе была, конечно, очень нервной и болезненной. И в те времена, вот как раз была еще практика снимать номера, которая из нашего законодательства постоянно то уходила, то приходила. Почему наши гаишники так обожают снимать номера с машин? Просто потому, что это оскорбительно и мерзко. Это вот то же самое, как, например, приставы обожают снять магнитолу с машины. Не потому, что с этого есть деньги, не потому, что в этом есть какой-то результат. Просто потому, что это аморально и мерзко. Прийти, достать бумажку по закону и сказать, знаешь, а вот мы твоего плюшевого мишку имеем право отобрать или оторвать, например, твоему любимому плюшевому мишке лапу. Вот у нас закон такой, мы имеем право это сделать. Это то же самое, что мы имеем право, например, написать вам в суп. У нас есть постановление суда, согласно которому мы можем написать вам в суп. Мы можем снять у вас номера, мы можем отобрать у вас запасное колесо. И из той же самой категории вот эта вот просечка, она вроде бы ничего не дает. Но это элемент такого невероятного морального глумления, такого фантастического превосходства вот этого парня, который себя ничего не представляет, но он служит закону. А вот ты не служишь закону, ты, товарищ водитель, приступаешь к закону, поэтому сейчас тебе воздастся справедливость. Вот Конституцию нашей страны писали люди опытные и навсегда напуганные тоталитарным режимом. Они прекрасно понимали, что должны написать Конституцию, которая защитит нас с вами от этой власти. Они предвидели, что рано или поздно, но власть начнет покушаться на права людей, начнет загонять их обратно в жесткую систему бесправия, тотальной вины, постоянной уязвимости, постоянной зависимости и бальной системы нарушений. А это как раз один из этих вариантов. С точки зрения неотвратимости наказания, справедливости наказания, адекватности возмездия, здесь этого ничего нет. Здесь есть вот это желание нагадить людям и подставить их под расправу гаишников, имеющих возможность сразу определить, на какие деньги тебя гнуть. При этом обратите внимание, как деградировала власть. Раньше она давила людей идеологически. Это была идея государства. Она давила ради того, чтобы высечь из людей покорность, поджатые коленки, опущенные хвосты, сломанные крылья. Нужно было, чтобы люди кивали головой, одобряли, не сопротивлялись, чтобы был единый образ мысли. А теперь людей топчут только из-за денег. Вот эта вся аморальная, глумливая ситуация с уничтожением Конституции для отдельной категории людей, она четко показывает, почему, куда и как. Ведь социальная категория людей, выведенных из-под действия Конституции, это водители, самые платежеспособные люди. Если у нас из 141 официально миллиона, живущего в нашей стране, на самом деле 120 где-то, наверное, 7, 105 не платят налоги, но у них же при этом есть имущество, автомобили, у них есть деньги, налоги они не платят, а воровать из казны уже нечего, а Олимпиада вот-вот, а офшоры на Кипре под совершенно невероятным домокловым мечом, может быть, сейчас отберут, а из Америки приходится срочно как-то то ли недвижимость вывозить, то ли еще что-то делать, то ли мандаты сдавать, и вот это все ужасно, и остаются водители, платежеспособные. И здесь уже не важно, чье имущество, сколько у тебя денег, ты купил машину, ты едешь за рулем, значит, у тебя есть деньги. Поэтому какая может быть Конституция по отношению к твоему кошельку, какие могут быть права, ты обязан, нам надо, нам необходимо, у нас не хватает, нам просто очень нужно. Перспектива вот этого полного одобрения закона на чтение, назначенное законом проекта Лысакова на 12 апреля, сам Лысаков оценил Лысакова, он сказал, что закон написан плотно, поэтому пройдет без проблем. И примечательно то, что сегодня, например, по информационным лентам пошла рассылка от уже «Единой России». Сама партия «Единая Россия» отшатнулась в ужасе от предложенного Лысакова. Вот до такой степени однозначно торчат уши гоп-стопа государственного, что даже сама «Единая Россия» сказала. Вы знаете, устами своих людей они в кулуарах сказали, что это все неправильно, а потом выскочила также справедливая Россия, которая сказала, что это недопустимо, и это все очень дискуссионно, и это нужно обсуждать. Но какая разница? У нас есть Министерство правды, которое борется с правдой. У нас немножко по-другому это называется. У нас есть Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, который уничтожает государство путем аннулирования Конституции. Комитет работает, Комитет предлагает совершенно чудовищные поправки. Он пытается уже растоптать третью по счету статью Конституции, и все это только ради денег, и все это с уверенностью, что все нормально, все получится, все будет одобрено. И я верю, что все будет одобрено. И это их кулуарная борьба, которая направлена против водителей, при том, что, как мы знаем из данных ЦИОМа, 75% респондентов полагают самой серьезной бедой на наших дорогах. Не вот эти все мелочи, не всю эту ерунду по поводу которой сейчас с утра до начала ломаются копья, а неприкасаемость, феодализм на дорогах. Вот феодализм является очень главным, очень серьезным источником гибели нашего общества. А моральность нашего общества — это послесловие к феодализму в этом самом обществе. Происходящее на дороге — это всего лишь зримая часть. О том, как в кабинетах феодально решаются вопросы, о том, как в целом происходит у нас решение, принятие решений, назначение людей на должности, движение финансов, бюджетных потоков, мы этого никогда не увидим. Мы увидим только то, что происходит на дороге. На дороге происходит феодализм. Людей это очень сильно раздражает, это вопиющая несправедливость. И Комитет Государственной Думы по борьбе с Конституцией считает необходимым при этом решать какие вопросы? Решать вопросы с населением, то есть с нами, с вами. Мы назначены главными врагами, главным источником неприятностей, проблем. И совершенно неудивительно, что, например, сегодня фракция ЛДПР выскочила из штанов и предложила в случае ДТП по пьянке лишать виновника автомобиля, конфисковывать. Почему? Это нормально по-депутатски. Взять и отобрать у кого-нибудь что-нибудь. Опять запахло деньгами. Представляете, какая будет развернута комиссионная торговля нашими машинами. Водитель виноват, государства нет. Госдума работает. Перерыв на новости. Начинаем вожделенно общаться. Дозвониться до меня можно по телефону 6510996. Александр, вы уже дозвонились. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Вот такое хотел бы сказать. Если бы я баллотировался в президенты, я бы голосовал всей душой. Вы знаете, если бы я баллотировался в президенты, сразу бы выяснилось, что у меня 25 детей незаконнорожденных где-то в Африке. Я в детстве измывался над своей сестренкой. В детском саду, по-моему, сломал пару горшков и закопал где-то на огороде ложку. И у меня неуплачены налоги за последние 800 лет. Понятно. Ну, да не в этом дело. Я примарочку небольшую хотел нести. Да, спасибо. Ага. Алло. Да-да-да, Александр, вы здесь. Смотрите, мы сейчас говорим о законе, да? А вот в раннерусском государстве мерил ценности и был кон. А те, кто обходили, это мерил ценности и приступали. Их приступали за кон. Вот, так что все слова о законе, это слова, как бы, вы поняли, мое мусорь. Да. Приступающий закон. Да, так и есть. Спасибо. Вот, так что государство немножко обречено. Знаете, государство обречено. Жалко то, что мы отчасти тоже вместе с ним на одном корабле плывем. Возможно, что когда начнется всеобщее погружение на дно, и нас прихватят. Вот этого не хотелось бы. Да. Хорошо, Сергей, спасибо, что вам. Да, спасибо вам. Продолжаем. Тем более, попытаемся все-таки затронуть еще и автомобильную тему. Сергей у нас на линии. Здравствуйте, Сергей. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, тезка. Вот, да. Вопрос. У меня по двум машинам, если можно. Да, давайте. Присматриваясь для младшего, скажем, члена семьи, Рено Дастер, есть такая машина. А может быть, ему педальную машинку купить? Зачем ему Рено Дастер? Ну, в этом есть мой вопрос. То есть, он сам хочет. А, то есть, он уже педальную машинку освоил, видимо, ему больше, чем три года. Младшему. Ну, да. Да, есть. То есть, уже все, вырос, беспощадно вырос, чем огорчил папу, поскольку внуков нет, а уже скучно. Есть такой. И вторая машина Cadillac SRX. Это уже, я понял, серьезно, чем. Это уже потихонечку тянет на папу. SRX, он сам по себе придуман неплохо. Много красивого, много интересного. Запчастей к нему практически нет. GM продолжает последние пять лет уничтожать систему поставок запчастей. Поэтому очень многие запчасти, в том числе и обычные расходники, нужно DHL ждать через море, а они почему-то идут по воде, они по воздуху приходят через полтора года, к тому моменту, когда уже нужда отпадает. И вот эта сервисная недостаточность, она очень сильно подкашивает в целом ситуацию. Хотя, вообще, у GM неплохая сервисная сеть. И, особенно по Cadillac, у довольно много случаев безропотно признаются гарантийными. А что толку, когда деталей все равно нет. Сама в себе машина очень хороший легковой автомобиль. Полноприводный, красивый, достаточно удобный, как всякий американец, особенно пока молодой. Как только чуть состарился, там, например, две зимы провел в соленом растворе и метающий Лужкова Собянина, после этого начинается у него затыкание по электрике, он начинает пугать вас контактом-неконтактом. И гибелью каких-то вот деталей к стоимости в полцента, в пять центов, в один цент. Ну, какой-нибудь там пыльничек, сальничек. После чего накрывается вся конструкция целиком. То есть, идея очень неплохая. И в этом отношении мы сразу понимаем, что русские с американцем – братья навек. Мы тоже умеем так масштабно замыслить, но исполнение подкачивает. Вот мы тут Жигули, такая машина. Ну, есть нюансы там, не очень хорошие. Cadillac. Это же Cadillac, американская икона. Да, ну, знаете, но есть нюансы. А с Duster, с ним все понятно, с ним все хорошо, очень прагматичная машина. Если брать ее вот за те самые 700 тысяч пресловутых, полный привод, 2.0, естественно, механика, потому что у них этого на автомате нет, вы получаете воистину универсальный автомобиль. С одной стороны, он замечательен тем, что не угоняем, не особо нужен. Когда надоест на вторичном рынке, оторвут с руками, ломается неохотно, сделан добротно, едет далеко. Он гуманный. Вот если нужно, например, ехать по трассе куда-то, вы сели и помчались, он спокойно, мягко, плавно вас везет. Вы съехали с дороги, поехали по буеракам, он спокойно, нормально идет, и в том числе он с каким-то даже бездорожьем готов бороться. Ну, для этого, правда, нужен навык. Спасибо, Сергей, за мной. Скажите, Сергей, скажите, тезка, вот бальная система учета нарушений именитающего Лысакова, она кому-нибудь и что-нибудь даст? Как вам кажется? Да нет, мне кажется, точно так же, как и вам. Это кормушка очередная, больше ничего. То есть депутаты Государственной Думы и Комитет по борьбе с Конституцией просто пытаются дать в руки коррупционерам из ГАИ еще один кнут для того, чтобы они заработали себе на пряник? Ну, да, очевидно. Да, мне тоже так кажется. Андрей, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. По поводу бальной системы, у меня такой вопрос. Если сделать ее, так сказать, полуанонимной, скрытой от глаз того инспектора, который выписывает штраф, ну, там, не знаю, нарушил, там, какой-нибудь, там, 20 км в час тебе, там, один балл присваивают, но инспектор не знает, сколько их бы у тебя осталось, и это, возможно, закроет вот эти вот советские перегибы. Не закроет, во-первых, потому что любая система, любая тайна, которая находится в руках галишников, она продается на рынке, ее можно добыть, и через какое-то время она будет в кармане у каждого заинтересованного. Во-вторых, часть нарушений так или иначе будет налагаться на вас анонимно. Например, радар ловит вас, ну, фото-видео фиксация, именно та самая фото-видео фиксация, ради которой нас с вами и вывелись под действие Конституции. То есть, ваша машина, машина зарегистрирована на вас, превысила скорость, и в автоматическом режиме вам начисляются баллы, и вы получаете, соответственно, штраф. И когда вы в автоматическом режиме набрали этих баллов уже целый мешок, вас также в автоматическом режиме, например, могут лишить. Коррупционной составляющей в данном случае нет, за маленьким одним исключением. Вас за рулем не было, вы не виноваты. Ну, в таком случае, главное, чтобы у нас не включили ситуацию, как в Европе, где на всю жизнь водителя полагается ограниченное количество баллов, а потом катается на автобусе. Знаете, это не во всей Европе. Да, я знаю. Это в Албании принято, но там, правда, все ездят на автобусах. А вот во Франции, например, такого нет. А во-вторых, вот когда подобные вещи происходят, когда законодатели приличных стран пытаются проводить подобные эксперименты на живых людях у себя, они почему-то сразу получают очень мощную сдачу. Знаете, икота мучает долго. Вот, например, когда французы пытались запретить водителям во Франции предупреждать о полицейских засадах миганием фар, полгода Франция стояла на четвереньках в очень неудобной позе, потому что профсоюз транспортников сказал, а мы в этой связи объявляем бессрочную забастовку. И полгода в стране хлеб не продавался, и бензин было негде добыть. Вот просто они получили сразу такую некую рецензию на свои действия. А в одной латиноамериканской стране был момент, когда тоже власть пришла и решила поставить эксперимент над крестьянами, но такой близкий, понятный нам, меркантильный. Они сказали, а вот эта дорога, по которой вы ездите, она теперь будет платная. А крестьяне были проще французов. Они взяли и почему-то перестреляли абсолютно всех тех, кто к ним приехал с этой дурной вестью, начиная от местного полицейского и заканчивая местным чиновником. Власть обиделась и прислала туда спецназ. Битва продолжалась несколько месяцев. Крестьяне надо дать им должное, выиграли. Они перебили все войска, которые к ним приехали на вертолетах и на танках. После чего власть сказала, знаете, ну, наверное, пусть дорога будет бесплатная. Ну, не хватает, конечно, оружия у наших крестьян в таком случае. И, не знаю, про союзов, что ли. У нас, знаете, у нас чего-то много чего не хватает. У нас как-то не хватает немножечко ровной спины, распрямленных коленок, поднятой головы. И почему-то вот эти все эксперименты удивительно удачно проходят над всеми нами. А мы даем 146% счастливых на выборах, проголосовавших за кого надо. Вот до тех пор, пока подобная ситуация происходит, можно абсолютно все. И любую стоимость литра бензина, и любую стоимость полиса ОСАГО, и любое корежение Конституции, пожалуйста, не нужна вам презумпция невиновности, не нужна вам равенство всех перед законом. И вот вам бальная система. Почему бы и нет? Это особенность, ну, какого-то, видимо, нашего подхода к жизни. Виталий, здравствуйте. Алло, Сергей, добрый вечер. Да, Виталий. Буквально в конце прошлого часа я вас слушал по-другому информационному радио, слушал ваш диалог с членом ЛДПР. Вот, очень понравилось ваше высказывание. Полностью вас поддерживаю по поводу изъятия машин. Понятно, кого это коснется, а кого нет. Вот, ну, вопросик у меня другой темп, потому что с нашим законодательством одни эмоции только, и все, и не перестаешь удивляться, скажи, в нем. Вопрос у меня такой, машина канновая у меня, отчасти даже по вашему совету взял Шкоду Йети, вот, и сейчас предстоит первое ТО. Но, зная, как у нас проходит ТО, я хотел бы приехать со своим маслом и даже поменять марку масла. Возможно это или нет? Потому что мне говорят, что ставят отметку, селись на книжке, и потом, не дай бог, еще что случается с двигателем, проводят экспертизу, ну, и, грубо говоря, не в мою сторону это все будет повернуто. Да, они, конечно, попытаются именно так и сделать, потому что, представьте себе, они покупают бочку масла 200-литровую по оптовой цене, а тут вы приезжаете со своим и говорите, мне не нужно, чтобы вы на мне заработали в три конца, я и сам умный. Но они вам должны как-то отомстить. У них, естественно, инструментарий, они давят на вас и говорят, а зато, если что-нибудь, вот у вас, например, перегорит фара, а потом стуканет двигатель, и мы скажем, что раз вы фару починили не у нас, то, соответственно, двигатель именно из-за этого стуканул. Поэтому, конечно, вы во всем виноваты. Но, знаете как, Виталий, волков боятся в лес не ходить, Путина боятся, соответственно, в сортир не ходить, поэтому не бойтесь. Закон о защите прав потребителей, причина – следственная связь и независимая экспертиза к вашим услугам. А масло вы имеете полностью право, конечно, поменять и можете приезжать с любыми своими деталями, а по большому счету, ведь вы ко всему прочему, согласно постановлению, вы имеете право находиться в ремзоне и можете отслеживать подробно, что они делают, что они не делают, как они, и они не имеют права вас выгнать. И ваша задача, чтобы они сделали все то, что вы им прикажете, и поставили штамп о том, что они это сделали. То есть гарантия сохранена под полностью вашим контролем. Не имеют права вам, например, отказать в этом. То есть, Сергей, грубо говоря, я могу приехать с своим маслом, который подходит по допуску, да, стоять при работе, то есть смотреть, как они меняют его, чтобы они его нормально поменяли. Конечно, конечно. Никакую отметку они не должны ставить в сиреной сквистничке, или должны? Они сделали вам ТО, они должны поставить вам штампик о том, что в срок, в исполнении гарантии, они сделали вам ТО. Что они ставят отметку о том, что я приезжал со своим именно маслом. Знаете как, они могут поставить уже какую угодно отметку, это абсолютно никого не касается. Вы привезли то самое масло, которое сертифицировано самим производителем. То, что оно другой марки, так это ваш производитель предложил мне на выбор. Могу такое, могу сякое. То, что ваш дилерский центр работает, например, с Шеллом, а я хочу Матюль, так это мое право. Так одно и есть. Да, 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 вполне логичный выбор. Спасибо вам, сейчас мы прервемся на новости, потом продолжим общение. Поэтому не отчаивайтесь, у нас шесть линий свободных, из них всего лишь по двум трепещет зеленый огонек, означающий, что вы дозвонились. Сейчас мы прервемся, потом продолжим. Московский номер Сергея Асланяна, 6510996, звоните. Тем не менее, у нас пришло сообщение на сайт в продолжение разговора от Михаила Сергея. Знаете, в последнее время часто думаю, что сценарий back in the USSR реализуется так, что за СССР обидно. В чем самая мерзость нынешнего режима? Лицемерие. В СССР всем было все сразу понятно и четко. А тут, что касается Лысакова, человек тронулся. Либо это разменная карта на возврат промилле. Все это отвратительно. Увидим. Да, Михаил, знаете, я с вами согласен, действительно отвратительно. Продолжаем общение. Олег, здравствуйте, Олег. Добрый вечер, Сергей Степанович. Олег, как ваше отчество? Нет. Я к вам, Сергей Степанович. Нет. Либо оба по имени, либо оба... Знаете, откуда пошло вот это, что тот, который якобы старше по должности, он с отчества, а тот, который младше, он без отчества. Это именно совок. Обратите внимание, в русском языке никогда не было обращения дамы и господа. Было обращение господа. Это подразумевались мужчины и женщины господствующего класса. А в совке было принято, что порторг всем остальным тычет. А они ему, Иван Иванович. Вот это плебейство. Мы себе этого позволить не можем. Поэтому, Олег, либо я Сергей, либо ваше отчество. Тогда лучше вы Сергей. Олег, я рад вам. Здравствуйте. Что вы, кстати, по поводу бальной системы думаете? Я думаю, что это все ерунда. И у меня мысли, знаете, какие. Мне кажется, что это делают специально к весне сейчас, чтобы народ оторвать от того, что происходит на дорогах в реальности. А вот этих безобразных ям, которые находятся на дорогах сейчас, это, я думал, та весна была ужасная. Но эта весна, по-моему, еще хуже, чем прошлая. Как говорил один великий журналист, что только не делают империалисты, чтобы отвлечь трудящихся от классовой борьбы. Вот, мне кажется, они отвлекают этими законами специально, чтобы никто про дороги не вспоминал. Это просто, понимаете, Сергей, нереально. Доехать от метро-аэропорт до Люберец за полчаса и от Люберец до железнодорожного потом ехать полтора часа, потому что дорог вообще нету никаких. Вот она реальность, в которую не хочется верить. Да, Олег. А что у вас с машинами? С машинами? Там друг у меня хочет купить Toyota RAV4 2010-2011 года, ну, рестайлинговый. Двухлитровый, на автомате. Я хотел узнать про автомат, сколько там, сколько скоростей, и про двигатели, что там, ГРН или цепь там стоит. Насколько помню, там стояла, по-моему, у них цепь, и это было все с вариатором, а не с автоматом. Я Toyota RAV4, поскольку из списка приличных машин вычеркнул уже давно, и отношу категорию просто домашней обуви. То есть это не модельные туфли для выхода в люди, это так, чтобы дойти. То, в общем, все технические подробности вот по этой машине очень хорошо были описаны в авторевью. Там как раз весь спектр двигателей был разобран подробно по неприятностям и проблемам. И в сравнении с новой моделью, как раз вот замена автомата на вариатор, вариатора на автомат, и в целом все трансмиссионные тонкости. Чем хороши ревюшники? Они довольно часто глубоко лезут и находят очень приятные подсказки. В целом, сам по себе автомобиль, просто машина. Ну, ты понял. А как же я просто, как бы, друг читал там объявление, есть, да, вариатор, есть автомат. Там комплектаций очень много, очень много разных вариантов. То же самое, как у них там очень серьезная разница передний привод, полный привод. И вот эти все нюансы, специально не вникал в них, потому что не обладаю дыркой в башке по поводу вожделения Тойоты. Великое японское качество Тойоты, поэтому продается в три конца. Я этого не люблю, поэтому не интересуюсь настолько глубоко. Вот именно Тойоты, именно RAV4. Машина настолько неинтересная и неудачная, что отягощает свою голову по знаниям по этому поводу. Если хотите, могу посмотреть и, что называется, прокомментировать. Ну, не более. Я вам завтра обязательно позвоню. Все, спасибо, пошел изучать матчасть. Оксана, здравствуйте. Алло. Здрасте, Оксана. Здравствуйте, Сергей. Очень рада, что до вас дозвонилась. Наконец, без вашего совета не могу поменять машину. А на что меняете, на колбасу? Ну, что посоветуете тогда? Может быть, и на колбасу. Или машину на машину? Машину на машину, конечно же. Швейную на стиральную? Вот я так и знала, что вы будете издеваться над девушкой. Что все-таки я буду подозревать вас в блондинискости, да, Оксан? Да, да, да. Ну, вы же не блондинка, нет? Поэтому мне не нужен совет, что покупайте, главное, красненькую. Нет. Я далеко не блондинка. Вы ставите меня в тупик. Вот. Вопрос такой, как бы, рынок сейчас, машин достаточно большой, но интересует что-то именно новое, и бюджет в один миллион. Какой красивый у вас бюджет по весне. И что из этого миллиона вы уже себе нашли, кроме айфона? Что там интересного? К сожалению, не пользуюсь айфоном. Так. Так, портрет уточнился в позитивную сторону. Оксан, вы на чем сейчас ездите? Аккорд. О-о-о. И вы хотите машину классом ниже? Ну, к сожалению, бюджет больше не позволяет. Машинка уже не совсем новая. И ей уже как бы шесть лет, не знаю, что от нее можно будет ждать в дальнейшем. Да ничего. Вообще, стоит ли ее менять? Может быть... Пока нет. У вас хорошая машина, добротная, едет здорово, не ломается. Она вам нравится. Кстати, она вам очень к лицу. Она такая... Спасибо. Она блистательно оттеняет вас. Она как хорошая рама для достойной картины. Сразу хочется заглянуть в окошко, посмотреть, кто там, увидеть, восхититься и посмотреть вслед, как Оксана уехала. А за миллион вы пересаживаетесь на машину на ступеньку ниже. То есть вы попадаете, во-первых, уходите из-под сеней любимой Хонды. И, ну, Civic брать, например, какой-нибудь там шикарной британской сборки, которая заржавеет у вас моментально и покроется пятнами, это неправильно. А уходить, соответственно, конкурентам особого смысла нет. Вы же знаете, чем цена Хонда. Вам же нравится, как она управляется. Вам нравится, как она останавливается по первому требованию. Вам нравится динамика ее. И вам удобно в салоне, потому что вы и на заднее сиденье накидали все, что надо, и оно не потерялось. И в багажник лопатой загрузили, если что. С лопатой езжу, вы правы. Да. И вот на что это можно поменять? Поменять на хэтчбэк гольф-класса или, например, на промежуточную модель такого уровня, типа, уже не совсем C, но еще не до конца D, вы же не будете себе Camry покупать всерьез? Нет. Не будете. Поэтому вот с этой машиной пока еще прощаться рано, тем более, что пробежала она у вас немного. У вас ведь годовой пробег не очень большой. Ну, за 6 лет она пробежала 62 тысячи. Оксана, вы ее так бережете. Вы же ее как любимую шубку в Нафталин на зиму, и не дай бог она у вас отсыреет. Не торопитесь кому-то... Не советуйте пока не расставаться. Не расставайтесь. Она не заслужила такой участи. И присматривайтесь не столько к машинам, сколько к мужикам, которые вам еще миллион сверху добавят. Что делать с мужиком, вы потом разберетесь. Главное, чтобы он все-таки выполнил свое природное предназначение, а именно помог вам пересесть на другую машину такого же класса. А потом же будет видно. В крайнем случае, покрайтись в блондинку на какое-то время. Великолепный совет. Спасибо вам большое. Только не сразу. А по весне, знаете как, хочется многое поменять в жизни. Машину оставьте на потом. Не меняйте ее. Она у вас молодец. Сергей, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, Сергей. Скажите, а бальная система что-нибудь изменит в нашей стране в лучшую сторону? Почему? А вот Лысаков считает... Лысаков это профессиональный дальнобойщик, старый водитель, матерый. Он знает, что как только он любому гаишнику даст свои права, и там будет написано, что у него осталось 10 баллов, тут же коррупция просто исчезнет сама собой. Ему скажут, ну что же вы, товарищ водитель, вам же всего лишь 10 баллов до гробовой доски осталось. Вы уж осторожней. Смотрите, там впереди засада. Не попадитесь ни в коем случае. Разве не так? Сергей, я уже, слава богу, седьмую машину имею, 25 за рулем, и, в общем-то, это проходило все эти баллы и раньше. Да. Все это дурь. Да, я тоже проходил эту дурь. У меня тоже первые мои права были с этим самым талоном предупреждений, куда товарищ милиционер некоррумпированно должен был ставить мне просечки. Конечно, я помню. Да, 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 да. Проходил, проходил. Поэтому я против. Очень против. А Лысакову, да, привет горячий, передадим. Так, а что у нас с машинами? Если можно, пару вопросиков по автомобилям. Давайте, конечно. Во-первых, очень рад вас слышать, прекрасная программа. Как я рад вас слышать? Второй момент, значит, точка. У меня каталог Nissan QTag. Сейчас приобретает, ну, заполучий уже Тигуан. Так, молодец. Ну, ей нравится. Я и говорю, господин Асланин, говорит, что там АБС пляшет и все не очень хорошо. Ну, некоторым же везет. Я ей тоже сказал. Говорю, ты прежде чем прокатись и проверь. Да. Ну, вот продолжение банкета. Ведь мы эстафетную палочку с нашей радиостанцией передали в газету Авторевью. Они зубами вцепились в филейную часть Volkswagen и сейчас как раз догрызают уже правую половинку. И пошел поток. Они провели серьезные экспертные замеры. Они этот косяк выловили. Они ткнули фольксвагеновцев носом. Они показали, что, ребята, неправильно. И сейчас народ потихонечку начинает уже добавлять своих впечатлений. Но в целом это программная ошибка, которая выявляется не у каждого. Не при каждом стечении обстоятельств. То есть кому-то действительно, что называется, не везет. То есть то, что Volkswagen в этом виноват по полной программе, да, без сомнения. Но не все машины, к сожалению, вернее, к счастью, заколдованы. Некоторые ездят спокойно. И очень многие барышни даже не подозревают, что где-то там, в Авторевью, по этому поводу, есть какая-то тревога. Не, ну, у меня барышня довольно, так скажем, активная. Вроде меня. И поэтому она берет серьезный движок, чтобы, говорится, немножко, в общем-то, послушать на дороге. Тогда, если вот вдруг возникает у нее ситуация, когда она понимает, ой, мама, не тормозимся, электронный ручник спасает всегда. То есть она просто дергает эту кнопку, которая между сиденьями, все, машины тут же мозги встают на место. Кстати, если она берет машину в комплектации с этим вот якобы оффроудным пакетом, там есть... Ну, это же самое дорогое она берет. А вот там как раз эта кнопка оффроуда, она тоже способствует тому, чтобы адекватнее работали тормоза. Я прокатился на машине с этим пакетом и без нее. Казалось бы, суть ведь просто в электронных настройках. Там, где эта кнопочка есть, она там на бороде рядом с рычагом. Гораздо адекватней. То есть, в принципе, вы дочку обезопасили. Ничего такого с ней не произойдет. Спасибо большое. И ваш второй ответ по Шкоду Фабия. Я после Сзуки Лиана приобрел Шкоду Фабию. Ваши отзывы. Фабия, это очень хорошо. Вы с каким мотором взяли? 1,4. Замечательный. Ручка. Да, да, да. И вот вы заметили, что вы сели из автобуса практически тоже в автобус. У вас машина широкая, высокая, и вам не нужно гнуть спину после Лианы, пересаживаясь в очень удобную Фабию. Да, да, да. Вот она удобная, она эргономичная. В принципе, это то, что называется дружелюбие. Она дружелюбная. Вы в нее сели, ручка у вас как в руку легла, вы обратили внимание. Такое ощущение, что вы ручку эту всегда на этом месте находили. Да, да, да. Спасибо вам огромное. Большой вам респект. Спасибо вам. Так, Игорь. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Такое, ну, не знаю, открытие тайны, может быть, да. Давайте. Работаю в автопроизводстве уже 6 лет на заводе Renault в Москве. И был у предыдущего человека вопрос по Дастеру. Как раз сейчас купил себе Дастер, который мы там производим. Отличная машина, очень советую. И скоро появится автомат полный привод. Да, 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 да. Поскольку все-таки это же Qashqai, поэтому почему бы ему не появиться полный привод автомат? Да, ну, к сожалению, там не будет от Qashqai, конечно, автомата. Будет четырехступенчатый автомат. Да, попроще, попроще. Кстати, когда будет, обнадежьте страну? Я думаю, в течение уже полугода. Ну, то есть там будущий год уже точно будет. Да, да, да. То есть уже тестируем. Вот. А вообще, у меня четыре машины уже было, да, три из них вот Renault. И первая Renault была, это Renault Symbol. И вы знаете, до сих пор ездит, хотя с 2002 года вы... Вот так вот, на самом интересном месте. Да, Игорь, жалко, что мы на самом интересном месте прервались, поскольку было бы любопытно, конечно, пообщаться с заводчанином, чтобы вы нам рассказали не я вам в кои-то веки о том, какая у вас машина, а вы нам, какой у нас с вами завод. Вот. Телефон Сергея Асланяна. 6510996. Евгения, вы на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у нас сегодня приятно на женские голоса разнообразие в мужском разговоре. Ну, здорово. Да, меня тоже радует. Вот. По машинкам хотела с вами посоветоваться. Давайте. Значит, мне нужна машинка, но относительно бюджетная. Жалко, что вы тут девушку отговорили продавать, можно было бы нас познакомить. Фонда Аккорд мне тоже очень нравится, но... Хорошая у нее машинка, да. Ну, и вы себе тоже можете, знаете, как... Иногда бывают не только девочки на Аккордах, но и мальчики. Можно так аккуратненько, так вот элегантно и небрежно генерируя легкие позы, разговариваться с человеком и сказать, ну, а что у тебя Аккорд? Ну, зачем? Дальше вы решите вопрос. А, в смысле, что уговорить его продать? Конечно. Растаться своим Аккордом. Понятно. Вот. Ну, я, честно говоря, Аккорды не смотрела по ценам, что они стоят, значит. Я смотрела... Может быть, вы что-то еще назовете. Мне нужна машинка ремонтопригодная, ну, чтобы, как бы, дружелюбно ко мне. Нет, это не то же самое. Ремонтопригодная — это УАЗик, а дружелюбная — это та, которая вообще не ломается. Ну, понятно. Самая дружелюбная машина — это которая вас нежно взяла, зимой согрела, летом остудила и при этом ни разу не пикнула. Ну да, чтобы она была хороша эксплуатация и тоже, чтобы ее, опять же, удавалось не очень дорого обслуживать. Ну да, чтобы не пил, не курил, чтобы в кино всегда водил. Ну, понятно. Вот. В общем, у меня есть несколько кандидатов. Может быть, вы еще что-то заполнительно подскажете? Огласите весь списочек, пожалуйста, Евгения. Skoda Octavia. Так. Ну, я не новую буду брать машину. То есть, может быть, вы скажете, там какие-то модификации, которые наиболее... На вторичном рынке самая удачная машина, любая, это та, у которой самый простой мотор и самая простая коробка. Вот когда вы первый обладатель, когда у вас есть заводская гарантия за плечами, когда у вас есть закон о защите прав потребителей и лучший друг-адвокат, тогда вы можете взять самую сложную машину. Но на вторичном рынке лучше брать самую простую. И в этом отношении Octavia с мотором 1.6, либо 1.8 можно, например, TSI, но на автомате. То есть, уже не на DSG. DSG хорош был пока новый. И вот если вы найдете машину 1.6 на ручке, это будет самая неубиваемая машина. Но она, скорее всего, окажется... Она слабенькая. Нет, не слабенькая. Она просто будет из такси. У нее будет реальный спидометр, наверное, 600 тысяч, а вам покажут 120. Ну, так неинтересно. Абсолютно неинтересно. То есть, 1.6 ее не стоит покупать по этой причине, что вероятность того, что она из такси, будет велика. Если вы заглянете в душу этому мальчику и найдете там честность, то вполне возможно, что это будет истинный пробег нормального автомобиля. Потому что движок 1.6 убить нереально. Этим нужно заниматься специально в несколько поколений владельцев. Если вам повезет найти Octavius 1.6 неубитую, то, наверное, восьмой по счету владелец сможет что-то сделать с этим мотором. Но точно не вы. Ну, я достаточно аккуратно вожу машину. А это чувствуется. Вы даже зеркала не сшибаете на стоянке. Что не сшибаю? Зеркала. Ну, зато один раз я бампером стол подтерла. Так стол для этого специально и стоит. Ну, да. Он бегал-бегал по дороге. Он все-таки, да, попал. Правильно. Но это, скорее, исключение. Обычно такого не бывает. Вот. В общем, второй кандидат у меня Mitsubishi Lancer. В девятом кузове. Ну, да. Добротная машина. Но у них у всех, конечно, большой уже пробег. Но если найдете с маленьким пробегом, она неплохая. Она неплохая. Она довольно прочная. И она живучая получилась у японцев. Они как-то так вот хорошо с ней поработали. Десятый Lancer, он кардинально другой. А девятка, она как раз незатейливая и трудолюбивая. Просто здесь уже проблема из-за возраста найти машину из вторых рук, а не из третьих, не из пятых. Ну, они, по-моему, до девятого, до десятого года выпускались. Да, они один, они еще где-то полтора года шли параллельно с десятым. Но просто им уже действительно всем довольно много. Либо по хронометражу, либо по пробегу. Ну, да. И угадать, что действительно. Угадывать должен специальный въедливый мужик рядом с вами. С такой гнусной рожей. Это обязательно. И такой вот мерзкий, мерзкий. Еще желательно с инструментами, с специальными какими-нибудь приборами. Это обязательно. Да, вот он пусть гадает. Понятно. А еще что могли бы вы посоветовать вообще? А тут уже не важно, какая будет модель, какая будет марка. Важно, какое техническое состояние. Если вы ходите по рынку и смотрите нравится, не нравится, то, скорее всего, вы обманетесь. А если вы ищете по друзьям, по знакомым, либо по каким-то не очень вороватым трейдинам, рано или поздно вы можете найти машину. Несколько раз у меня такое с друзьями бывало, когда я их выводил на автомобиле, где владелец первый специально не отдавал перекупщикам, потому что он говорил, у меня машина неплохая, вот пусть лучше она уйдет с какой-то материальной потерей для меня, но точно не достанется посредникам, которые на ней просто наживутся. И в трейдинах бывает довольно регулярно, неважно, какая это марка. Но бывают машины с честными пробегами, с нормальными сервисными книжками и с внятной прозрачной биографией. Причина, по которой люди сдают машины, она ведь не всегда потому что износ. Ну, почему-то они пересаживаются на другую, более новую. Иногда связано это с новым модельным рядом, иногда с улучшением материального положения. И сдают в трейдин очень неплохую технику. Здесь уже не угадаешь, какая это будет марка. Это может оказаться все, что угодно. Может и немец, и корейцы, и французы, особенно француз, поскольку у французов это тем более принято. То есть берите... Ну, французы, если честно, я как-то к ним очень прохладно отношусь, судя по отзывам, которые... Потому что я почему вас спрашиваю, потому что какие-то машины в принципе брать не стоит, да? Потому что, как вы говорите, вот тот же Крассвер частей не найдешь или еще что-то. Да, да. А Жигули, знаете ли, не советую брать. Жигули я не рассматриваю. Да, я тоже себе бы не советовала такой автомобиль. Ну, берете мужика. Знаете, это как... Я умею... Не-не, вы понимаете, мужик это обязательно, да? Ну, конечно. Техническое состояние машины в любом случае будет оценено. То есть мы ходим с того, что вот с этой точки зрения машина будет рассмотрена. Просто что смотреть? Смотрите документы, смотрите, кем выдан ПТС, например, таможней или ГАИ. Если он выдан ГАИ, то, скорее всего, это машина с какими-то нюансами в биографии. Смотрите пробег и сопоставляйте с сервисной книжкой. Если вам рассказывают сказку о том, что сервисной книжки нет, ну, по какой-то причине, а пробег минимальный, значит, просто спидометр скручат. Будьте подразительны. Просто брать четырехлетнюю машину, которая обслуживалась у дилера. Вы, Евгения, задавайте себе всегда один и тот же вопрос. Почему, если машина так хороша, как поет песню первый ее владелец, он ее продал? Будьте скептиком. Ситуации тоже разные бывают. Это надо же думать, что что-то просто. Конечно. Ситуации нужно анализировать, информацию нужно фильтровать, смотреть на всех подозрительно, с хитрым прищуром. Знаете, так, как люди, которые курят, они обычно щурят какой-то один глаз и так внимательно-внимательно смотрят. Ой, ну, в этом смысле подход я найду, да. Благоглавное, опять же, на что смотреть и на какие машинки смотреть. Вот на самом деле, вот несмотря на то, что я вам назвала, вот эти две машины, ну, они относительно большие, да, то есть вот из того, что мне нравится еще, это Audi-единичка. Вот. Ну, немножко странно, что я называю как бы машины немножко разные, да, то есть там побольше, это поменьше. Ну, вы же эстет, Евгения. Вы же эстет, вам же нравится. Вы же в данном случае, если Lancer это авоська, вам чтобы в магазин сходить, то Audi это выходное манто. Это чтобы в люди. Поэтому у вас очень широкий диапазон вожделения, я прекрасно вас понимаю. Но смотрите на остаточный ресурс автомобиля. То есть, ну, выбирайте не марку, выбирайте сколько там машины осталось. Константин. Альбе. Добрый вечер. Здрасте, Константин. Сергей, звонил вам на прошлой неделе со своей любовью к автомобилям Ford. Так. К сожалению, не хватило времени задать вам такой вопрос интересный. Езжу я сейчас на четвертый Mondeo с двигателем 2.3. Ух ты, какой хороший у вас мотор. Да, мотор замечательный, все меня в нем устраивает, пробег почти 100 тысяч, проблем никаких. Но есть один нюанс. А в морозы, в морозы, да, вот когда температура там опускается ниже хотя бы там минус 3 градусов, утра двигатель заводится, работает как дизель. Вот на форумах это обсуждается. К дилеру я ездил. Говорят, все, конструктивная какая-то особенность двигателя. Но имея высшее техническое образование, вот до сих пор не могу понять, почему-то. Самое главное, что масло-то он у вас все равно не ест. Не-а. То есть вот вы, с одной стороны, подозреваете его в греховном поведении, а при всем при том, чисто технически, он безупречен. То есть у вас никак не... Ну, как бы и едет. Да, он едет, заводится. Хотя вот это минус 3, называть морозами, но это нам с вами смешно. Но при всем при том, у этого мотора, и не только у этого, у фордов у них вообще, кстати, по моторам, они же берут их со всего мира, эти из индустриальных закромов у них, как на Фокусы, например, там бразильские моторы приходят, так и на Мондео они со всего мира собираются. Но это из категории тех особенностей, с которыми вы ничего не поделаете. Вы можете его перебрать лично. Устранить все зазоры будет, ну, почти то же самое. Только расстроиться. То есть не обращайте внимания и спокойно ездить дальше. Знаете как, у нас в те времена, когда я мотал срок, у меня был период, я в течение двух лет был поражен в гражданских правах и защищал покой и сон советских граждан. В армии я служил долги, отдавал Родине. Так вот, у нас было в нашей технической части постулат такой, написан был даже мелом в ленинской комнате. Не трогай технику, и она тебя не подведет. Я понял. Я понял. То есть спокойно ездить. Конечно. Не обращать внимания. Вы уже сто тысяч без сучка, без задоринки отлетали на своем шикарном Форде в великолепной комплектации с обалденным мотором и все еще на него, как, знаете, как на неверную жену посматриваете. Это как в том анекдоте. Двадцать лет живу, но как вспомнишь, что не детственницы взял, так хочется прямо ей вот по голове. Я вас понял, Сергей. Не, Константин, так что не переживайте. Руслан. Здравствуйте, Руслан. Алло. Руслан. Здравствуйте. Здравствуйте, только я не Руслан. Как жалко. А я хотел, чтобы вы были Руслан, но я готов узнать ваше истинное имя. Денис меня зовут. Денис, а как вы считаете, если мы введем бальную систему нарушений, это лишит коррупционную составляющую? Я думаю, усилит. Я тоже так думаю. А вот как раз, продолжая эту тему, у меня в руках карточка учета нарушений ПДД. Записано у них два балла 20 июля 1997 года. Это еще вы с советских времен сохранили. Да. Лежит на память у меня в правах. А у меня, кстати, тоже такая лежит. Ты с первыми правами, как ее получил, вот так она у меня и лежит. Правда, у меня там от руки что-то вписано было. Ну, от руки, от руки. Да, да, просечек уже тогда не было в мое время. У меня права 90-го года. И вот с 90-го года у меня там что-то пару раз я где-то на что-то напорвался. Ясно. У меня такой вопрос. Да. Последи секунды. Сид. Замечательная машина, Сид. Эх, не получается. Дизельный Сид, одна из лучших машин в своем классе.